Так, сегодня очередная распаковка. Здесь вот омлетница, это очень маленькая, вот остальные два. Я даже не подозреваю, что там находится. Что-то у меня Zoom заработал, потому что всё. Открываем первую посылку. Какая-то маленькая, не знаю, что есть, интересно. О, это же звёздочка вьетнамская. Я посмотрю, сколько она стоит. Три штуки. А заказывал зачем-то. У нас с сайта Zoom. У нас с сайта Zoom. Называется китайский тигр. Бальзам. Красные мышцы. Расслабиться. 16 рублей стоит. Попробую помазать. себе. Ну, в принципе, да. Такой эффект, как звёздочки есть. Сейчас ребёнка помажу. Давай, больной. Давай. Давай, давай. Ну как? Товар. Ну да, щипение есть такой. Конечно, звёздочка намного ядрее. А мне не щипят. Ну да. Говорю, звёздочка намного ядрее. Не знаю. Короче. Мне не понравился товар. Думал, как старая звёздочка. Или, может, со временем пойдёт. Пошло тебе? Не, серьёзно. Защипало? Ну а что, где-то идут? Почему? Если видно. Ладно, переступим к следующей посылке. Со временем расскажу, что с нашими носами стало. А где-то в глаза это даёт. Да, чувствуется у всех звёздочки со временем. Так. Что я открываю? Алло. Футбол такой. Ага, понял. Это летающий футбол такой. В хороший пришло. Так. Это мячик, который сбивает от стенок. Что они делают? Мячик такой. Так вот. Коробочка неплохая. Вот. Такой мячик. Нафиг нечего. Он просто отбиваться будет от поверхности. От стен. Тут. Вот. Чтобы сюда вставить батарейки, нам нужны отвертки. Сейчас. Что, какое-то время? У нас реально запекло после этой звёздочки, так называемой. Тигр. Вот. Тут 4 батарейки вставляю. Сейчас я их вставлю. Обычный пальчик. Так. Вставил я сюда аккумуляторы. Нажимаем, когда кнопочку он играет. Вышляя футбольная музыка такая. Ну, аккумуляторы слабенькие. Попробуем его пнуть. О, отбивается. Попробовал. Хорошо он катается по огладке. Давай. Давай. Вне пинай. Так. Похожи аккумуляторы. Ладно. Завтра я делаю более полный обзор этой штуки. У меня как бы распаковка. Завтра вместе с омлетницей покажу, как это работает. Сегодня была распаковка. Завтра будет обзор мячика и омлетницы. Заврежу аккумуляторы посильнее. Даже не знаю, сколько там аккумуляторы эти лежали. Ну, судя по зарядке, вот, допустим, ставлю аккумулятор. Так. Вот. Ну, да. Слабенько. Вот эти вот. Так, этот. Этот ещё. Да. Этот уже нормальный. Надо зарядить лучше. Распаковка омлетницы. Смотрим, как она выглядит. Будет завтра омлет есть. Не будет? Ну, ладно. Я съеду. Перепавлик съеду. Нет, не буду. Вот такая годная коробочка. Нарисована тут палочка какая-то. Что у нас входит состав? Сама омлетница. Необычная, да? Ладно. Омлетница. Губка для мытья омлетницы. Палочка. По дна жалко, что одна. Для омлет. А нет, это для чего-то другого. И палочки, на которые этот омлет будет нанизываться. Вот тут, судя по всему, рецепт, что ли. Да, на китайском. На китайском. Кто знает китайский, тому хорошо. Да, тут. Похоже, не только омлет. Ой, какой омлет тут интересный. Китайский, это мне интересно. Ну, че китайский, понял? Так. И вот тут, как все это делается. Тоже на китайском. Ну, тут, я думаю, понятно все в картинках. Интересный конец. А вот вилка, годная наша, европейская. Так. Ну, все. Обзор закончен. Подписывайтесь. Завтра, или на днях, я покажу, как все это работает. Как летает мячик. Поиграем с ребенком. Как готовится омлет. Вот такая резиновая. О! Открывается. Наверное, чтобы мыть. Ну да, без губки тут особо не помоешь. Смотрим здесь. Как раз я завтра разберусь с этим. Сделаем первый порцию омлета. Интересно, зачем вот это? Так. О! Подписывайтесь. Ставьте, если что, лайки. Да. Подписывайтесь. Каково! Подписывайтесь. Комион Kings. 當